В эфире программа Beauty Time. Красивые люди в красивом городе. Смотрите в этом выпуске. Селективная парфюмерия. Ретро-композиции и идеи наших современников. Два новогодних образа, две концепции модного макияжа. Гладкость, сияние, блеск. Профессиональный уход в режиме нехватки времени. А также несколько интересных фактов о ювелирных брошах в самом начале выпуска. Спонсор программы – транспортная компания Шерл. Транспортная компания Шерл – перевозка сборных грузов автомобильным, железнодорожным и авиатранспортом. Ежедневно мы формируем отправку более чем по 60 маршрутам и доставляем более 1000 тонн грузов по России и странам СНГ. Транспортная компания Шерл – 20 лет успешной работы в области сборных грузоперевозок. Звоните 247-4108-247-4109. Этот аксессуар использовался людьми еще с бронзового века. И вплоть до средневековья нес функциональное предназначение, нежели декоративное. В наши дни о броши говорят как ретро-элементе, который разнообразит современную одежду, а также используется в деловых образах. Броши – это достаточно забытый аксессуар. Его использовали когда-то очень активно, сейчас он ушел на второй план, но начинает возвращаться. Мы по-прежнему очень часто видим броши, которые носят женщины политики, женщины-бизнесмены, потому что брошь – это один из тех аксессуаров, которым можно подчеркнуть свой образ, не нарушая делового этикета и протокола. При помощи этого украшения Мадлен Олбрайт, госсекретарь США, создала дипломатический язык. К примеру, бабочки-божьи коровки говорили о хорошем настроении, а змеи и пауки предупреждали об опасности. Тематика ювелирных брошей на сегодняшний день делится, наверное, на две группы. Это флора и фауна, насекомые, цветы, птицы, животные. И здесь богатая фантазия у ювелиров, и они используют всю палитру животного и цветочного мира. И другая группа – это броши геометрических форм. Это может быть не явная геометрия, а какие-то сложные узоры и завитки. В изготовлении брошей ювелиры используют все возможные материалы и формы. Это может быть горячая, холодная эмаль. Вместе с ней могут микрустироваться в гроши бриллианты – и белые, и черные, и цветные. Может использоваться и используется как барочный жемчуг, так и жемчуг классической, круглой формы. И плюс к этому еще используются все возможные драгоценные, полудрагоценные камни. Крубины, бриллианты, сапфиры, изумруды, топазы. И все эти технологии сегодня объединяются в одно изделие. Жемчуг неправильной формы, или другими словами, барочный, использовался давно. Но в последнем сезоне он стал любимым материалом многих ювелиров. Сейчас актуален, очень актуален барочный жемчуг. И именно на брошах мы можем увидеть крупные нестандартные формы, которые обрумлены, там, какой-то оригинальной идеей еще дополнительно. Это может быть брочь с барочным жемчугом морской стилистики, это может быть барочный жемчуг в виде экзотических цветов или птиц. В классическом виде брошь привычно на лацками жакета или на месте верхней пуговицы. Стилисты рекомендуют и другие варианты. Сегодня брошь и носят везде. Ее можно приколоть, как мы это привыкли, на лацками жакета. Ее можно приколоть на шубку на зимнюю. Ее можно приколоть на сумку. Ее можно одеть даже на плечо. Когда мы одеваем брошь вместе с одеждой в стиле кэжуал, мы делаем свой образ более изысканным, более женственным и более элегантным. Ювелирная мода отвергает стереотип, что брошь – аксессуар для солидного возраста. Оставаясь украшением изысканным, она сегодня приобретает и интересный дизайн, и самые необычные формы. К современной парфюмерии, как и к моде, в целом существует несколько подходов с точки зрения истории, маркетинга, редкости и индивидуальности. Об особенностях так называемых нишевых ароматов речь пойдет далее. В наши дни парфюмерная культура – понятие настолько объемное, что духи принято делить на типы и группы. Прежде всего, их можно разделить на альдегидные, составленные из химических соединений, и селективные, а не же нишевые, произведенные из натуральных эссенций. Шанель в 20-е годы произвела такой фурор взорвавшейся бомбы, введя в моду альдегиды. Это химическое вещество, которое добавляется в любой парфюм. Заменили все – амбру, мускус, все можно найти в синтетическом виде и закупить его на каких-то предприятиях. В селективных парфюмах используются только натуральные вещества, которые органически удерживаются на коже. Так же, как амбра, пачули – это натуральные феромоны ветивера. В нашем обзоре известных селективных ароматов речь пойдет о духах с вековой истории и о произведениях современных парфюмерных носов. Итак, основанный в начале прошлого века в Париже парфюмерный дом «Корон» до сих пор выпускает аутентичные ароматы по рецептам тех лет. «Короновские ноты» можно, конечно, узнать из тысяч. Хочется рассказать про парфюм «Pour de Femme» в 1934 году. Запах тех лет, тех эпох. Хочется надеть шляпку, вуаль. Очень много здесь и смородины, и шипровых нот, дубового мха. Хочется рассказать про аромат «Delira de Rosas». Настоящая свежая розочка. Вот кто любит розы, можно сказать про этот аромат, что самый чистый, только что раскрывшийся бутон. Да, и знаковый парфюм. Это парфюм «Yetagan». Это аромат 1972 года. Скажем, странный запах, аромат не очень понятный каждому. Но есть такая великая книга Лука Турина, он известный химик и биолог. Он его оценил как самый идеальный, дорогой по составу парфюм. Еще один поставщик ретро-парфюмерии – Эдмон Кудрей. Первый бутик был открыт еще в 19 веке. А во время реконструкции завода в 1935-м были найдены уникальные архивы парфюмеров. И тогда выпускались все флаконы, отлитые у бакара. И не меняя ни рисунок, ни его какие-то мотивы, да, даже ту крышечку, до сих пор используют этот дизайн. Очень много розы, королевский цветок, он использовался везде, как и сейчас. Самый интересный аромат – это джаверин. Здесь они использовали арбуз в составе. Очень красивые ирисы роза, жасмины роза, роза с арбузом. Слышится пудрой, таким вуальным ароматом в течение дня. А это уже наши современники. Модельер Лоран Мацони, основатель дома LM Parfum, не скрывает, что создает ароматы, которые нравятся ему самому. Все у него ароматы – это из тех, которые живут на коже до суток. Он впитывается в кожу, потому что очень много органических веществ. Лоран Мацони очень любит мускус, очень любит амбру. У одного есть в чистом виде амбра, в чистом виде почули богема, в чистом виде орхидея чувственная. Брутальные готики Лорана Мацони можно противопоставить чувственную элегантность Иериды Гинсбург. Это пять женских ароматов, то есть пять женских этапов жизни. Аромат 2013 года – это перификут. Это аромат первый унисекс, который используют и женщины, и мужчины. Шикарно раскрывается на коже, притягивает окружающих и долго держит цены. Пожалуй, главное отличие современных ароматов от исторических предшественников в том, что сегодня в парфюмерии, как и в моде в целом, соединяют несоединимые. В этом контексте хочется рассказать про парфюмерный дом из УЗАК. Я хотела бы рассказать вам про аромат Пахатка. Это унисекс с шикарными феромонами. Опять же, вернемся к тому, почему не похожи на те столетия ароматы. В составе ревень, помидорный лист, мята, табак, древесные ноты, сандаловое дерево. Ну, как сейчас, да, многие парфюмерные дома, известные очень, также селективные, выпускают запах бензина, томатов, еще много интересных таких деликатных вещей. Но если это выпускают, значит, есть спрос. Настоящим провокатором в этом смысле считается парфюмерный дом Джавуи. Например, недавно вышедший парфюм Гордес Моа, оберегая меня, представлен как аромат куртизанки. Ароматы все на основе интересных составов. Это ладан, мускус, пачули, очень сложных составов. В принципе, обвиняет их одна нота ладан, что нравится как мужчинам, так и женщинам. И название у них великолепный несносный ребенок, первая амбра. Литургия по времени, да, очень интересный аромат. Аромат старых музеев, церкви, такого ладана. Это лишь некоторые известные селективные ароматы, выбранные в произвольном порядке. В парфюмерии, как и в гастрономии, чтобы стать настоящим гурманом, нужно много пробовать, слушать, пытаться понять даже то, что с первого раза не нравится. Каждую неделю новые коллекции в студии Серебра. В золотом и бриллиантовом залах ювелирного салона «Жемчуг». Свободы 88. perlsalon.ru Парфюмерный бутик «Легенда Грасса». Кирова 159. Сум. Третий этаж. Выгодное предложение. С 5 по 30 декабря скидка 50% на последние отрезы ткани. Салон ткани «Тесура». Тимирязева 26. В салоне «Велостиль» сезон накопления скидок. При обслуживании до 31 декабря вы получаете скидку в январе и феврале. ДИПЛЕКС Увеличение груди. ДИПЛЕКС. Галерея красивых судеб. Телефон 211-23-23. Торговых комплексов много. Миртрк.ру 1. Это «Бьюти Тайм». Далее в выпуске две стильные концепции новогоднего макияжа от известных челябинских мейкап-артистов. Для творческого человека рутина хуже любого кризиса. Поэтому, чтобы не стоять на месте, необходимо постоянно искать вдохновение. Один из способов – обмен опытом. Интересно, когда два визажиста вещают, разные техники. Поэтому, я думаю, что для наших визажистов челябинских это была бы очень полезная информация. Колоссальный обмен опытом, потому что, когда работаешь сам, для нас это в первую очередь трудовые будни. И какие-то вещи забываются, что-то там замыливается. А на таких мастер-классах происходит возобновление какой-то утраченной возможной информации, новые эмоции. Этот мастер-класс состоял из двух частей. В первый день представили технику исполнения свадебного макияжа. А второй посвятили актуальным тенденциям макияжа вечернего. Яркие глаза, яркие губы также выполнены в карандашной технике. Достаточно такие классические варианты, но для визажиста повторение мать учения, я считаю. И особенно актуально это перед какими-то праздниками, чтобы вспомнить, может быть, какие-то моменты, подчеркнуть какие-то фишки. Я показала просто, как сделать качественно стрелку, губы. Потому что самые обыкновенные вещи зачастую выполнить профессиональный визажист не может. И вот как раз-таки те простые вещи, которые выдают технику и профессионализм, мы вот их сегодня и демонстрировали. Работа визажиста – это всегда индивидуальный подход. Концепция макияжа зависит от возраста, пропорции и черт лица. И, конечно же, общей стилистики праздничного наряда. Самое главное, если женщина хочет выглядеть красиво, она должна выглядеть со вкусом, дорого. Сейчас очень актуально золото, и поэтому элементы, это могут быть золотые пигменты, это хайлайтер может быть золотой. И даже вкрапления помады, они добавят в новогоднюю ночь действительно праздничного настроения. И вот в данный момент это очень актуально. Макияж – это одежда для лица. И особенность снаряда, созданного из декоративной косметики, в том, что он никогда не останется незамеченным. Это Beauty Time – программа о красивой жизни и ухоженной внешности. Далее выпуски о том, что нужно успеть до наступления нового года. В эстетической медицине каждая лазерная методика обычно связана с определенным аппаратом, имеющим ряд уникальных функций. Сегодня речь пойдет о диодном лазере, который работает в двух направлениях – это эпиляция и омоложение. Удаление нежелательных волос происходит следующим образом. Медиастар диодный лазер – это золотой стандарт в эпиляции для быстрого, безболезненного и эффективного удаления волос. Воздействие идет не на волос, а на его матрицу, то есть на саму причину возникновения роста волос. И таким образом уже волосы после процедуры не растут. Комбинация двух длин волны позволяет более селективно, глубоко воздействовать на биомишени. Клеток ткани, не повреждая поверхностных слоев кожи. Перед сеансом эпиляции на диодном лазере не требуется особой подготовки. Проведение процедуры возможно в любое время года, на загорелой и даже на гладко выбритой коже. Сводятся к минимуму и неприятные ощущения. Лазер оснащен системой охлаждения, что является более комфортным для клиентов во время процедуры. То есть она менее болезненная, чем другие виды эпиляции. Удаляет волосы любой толщины, любого цвета на любом участке тела. Разработана программа Professional для больших участков тела, такие как голень, бедра, спина. Показаниями являются нежелательные волосы, избыточный рост волос, вросшие волосы, а также раздражение после других видов эпиляции. Чтобы полностью избавиться от нежелательных волос, требуется от 6 до 10 сеансов. Еще одна задача, которую решает диодный лазер, это омоложение. Обновление происходит без повреждения кожных покровов, так называемым физиологическим образом. Проводя курс процедур, мы, во-первых, устраняем внешние дефекты кожи, а во-вторых, мы запускаем собственные ресурсы кожи. Запускаем фибробласты, которые вырабатывают свой молодой коллаген. За счет чего кожа становится более упругой, эластичной. Процедура лазерного омоложения имеет пролонированное действие. Максимальный эффект достигается через полгода после последней процедуры лазерного омоложения. Делается курс из 5 процедур с интервалом 1 раз в 7-10 дней. Помимо антивозрастных задач, лазер работает с такими проблемами, как прыщи, пигментные пятна, неровный тон кожи. Также данная методика может сочетаться с хирургической пластикой, пилингом, биоревитализацией и мизотерапией. В каждом из этих случаев необходима консультация специалиста. В новом номере журнала «Изюм-эксперт». Мысли о времени. Праздничный фантазийный макияж. Интервью с Иваном Жвакиным. Актером сериала «Молодежка». Подготовка к Новому году. Наряды, подарки, ожидания. Журнал «Изюм-эксперт». Торговых комплексов много. Миртрк.ру один. Парфюмерный бутик «Легенды Грасса». Кирова, 159. Сумм, третий этаж. В центре косметологии «Житернель» на Комсомольском проспекте, 48, новинка. Эпиляция и омоложение диодным лазером. 741-1205. «Житернель» на Комсомольском проспекте, 48. Организаторы 15-го фестиваля моды «Платье города» приглашают к участию модных дизайнеров. Прием заявок в имидж-клубе «Светлана» с 1 декабря. Подробности по телефону 263-57-37 и на сайте светлана74.ру. На этом все. Выпуски «Бьюти Тайм» можно увидеть на сайте 31тв.ру. До встречи. Программу представляет транспортная компания «Шерл». Стилисты проекта. Модный дом «Я». Имидж-студия Елены Ивановой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова